Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара СУ-152. Ну а перед тем, как мы это сделаем, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео, но не является подписанным на мой канал, оформите, пожалуйста, подписку. Вам эта подписка не стоит ровным счетом ничего и не будет мешать вам в списке ваших подписок. А для меня это огромный вклад в развитие моего канала. Спасибо вам за благовременно, но просто огромнейшее. Итак, ребятки, СУ-152. Что за машинка такая? СУ-152 это первая ПТХ, которая вам нужна будет для того, чтобы выкачаться до объекта 268. Ну почему первая? Потому что 85Б, 85-ка и 100-ка в любом случае вам будут необходимы для прохождения, даже если вы будете идти по другой веточке. То есть вне зависимости от того, какую из этих двух машинок вы выберете, 268-й либо 263-й объект. А вот СУ-152 это первая ПТ-шка, ведущая по маленькой короткой веточке именно к 268-му объекту. Итак, СУ-152. Что за зверь такой? Машинка неоднозначная. Неоднозначная в отношении того, что она крайне не терпит ошибок в бою и она вам их прощать не будет абсолютно. Об этом поговорим непосредственно, выехав из ангара. Что же касается технических характеристик. Есть пушки, они являются, ну одна безусловно является базовой, на которой в принципе можно выкатать СУ-152 и не открывать две альтернативных пушечки. Я себе альтернативную пушечку открыл и мне она кажется более интересной в игре, хоть у нее и допустим меньше та же самая альфа. Итак, рассмотрим. Альфа у нее 400, у базовой 640, но дальше у нее идут следующие плюсики, как на меня. На 60 единиц, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, на 60 единиц миллиметров, точнее больше пробития на базовом снаряде. Время перезарядки 7 секунд с копеечкой вместо 13,5 практически в два раза быстрее перезаряжается. Урон в минуту 3310, в отличие от базовой, которая имеет 2859, то есть на пол косаря, в принципе, у топовой пушечки настрел получше в минуту. Есть, конечно, и минусы. Минусы сводятся к тому, что в данной пушке есть минус 6 УВНчик. Ну, то есть, что в этой пушке, что в этой пушке, УВНы не меняются абсолютно. Но вот шестерочка, она очень сильно мешает в игре. Это не тот танчик, на котором цифра 6 или 8, она реально незаметна. То есть на этой ПТшке заметно. Вы играете, когда на каких-нибудь там неровностях, вам будет очень сильно не хватать необходимости опустить ствол вниз и по кому-нибудь отдать. То есть, ну, есть карты вот холмистые какие-нибудь, соответственно, на холмах отыгрывать у вас нормально не получится. Вам будет приходиться постоянно вылазить наверх холма, выцеливать кого-то, ну и, соответственно, бить по нему. Потом закатываться назад. Не всегда это успеваете, ну а, как я уже сказал, ПТшечка ошибок не терпит. И на этом холме вы можете отхватить, вплоть до того, что отправиться в ангар. Итак, ребятки, давайте зайдем в бой. Ну, все остальное обсудим непосредственно в замесе. Итак, ребятки, вот мы закатываемся. И давайте поговорим в первую очередь о нетерпимости данной ПТшки к ошибкам. Дело в том, что если вы пылкая натура, такая, как я, мне, допустим, очень сложно стоять на месте тогда, когда где-то там происходит замес. И для того, чтобы поучаствовать в этом замесе, в кого-то пострелять, мне необходимо сблизиться с врагом, да, то есть поехать туда, к союзникам. И у меня не хватает терпения стоять на месте и ждать, когда же кто-нибудь лоханется из противников и, соответственно, выйдет из-за какого-то укрытия. Когда это не происходит в бою, там, несколько секунд, секунд 5-10, у меня начинается такой нетерпеж. Я начинаю съезжать с места, я начинаю ехать сближаться, я начинаю там пытаться объехать какое-то здание, все ближе и ближе к врагам подъезжаю, ну и, соответственно, там меня начинают разбирать. И вот если я на небронированной технике, меня, безусловно, разберут, ну, просто таки, как молодого. Таким образом, получается, что данная ПТшка будет очень сложно играться в руках игрока с пылкой натурой, который будет хотеть куда-нибудь обязательно попасть в замес. Вот на вот этой карте, если сейчас повезет, ну, правда, Т-34-3 как-то не совсем понятно поступает, он вроде бы не ПТшка, мог бы поехать просветить горочку, ну да ладно. Вот вам УВНчики, пока стоишь вот так, еще нормально, только отъехал назад и, в принципе, ну вот, допустим, вот так, да, становишься, вроде бы не сильно ты склонился с горы, но вот заметьте, выцелить того, кто сейчас выйдет из-за дома, мы уже не можем по определению. То есть УВНов, ну, очень сильно не хватает на этой ПТшке. Что касается скорости сведения и точности. Вот скорость сведения, в принципе, нормальная. Точность тоже довольно неплохая, мы бы сейчас его добрали, просто раньше нас сделали шот. Скорость перезарядки, в принципе, тоже довольно неплохая, мне лично очень нравится. Таким образом, орудие вот это вот топовое, я лично считаю крайне комфортным для того, чтобы его играть. И, в принципе, как я уже сказал, я бы рекомендовал выкатать сначала топовое орудие, ну, а потом уже открывать себе следующий уровень ПТ. По поводу точности стрельбы, ну, вот сейчас попробуем на очень дальнем расстоянии. Пробили, 385 нанесли, пытаемся куда-нибудь отъехать. Безусловно, скорости полностью не хватит, но в целом машинка довольно подвижная. Вот мы уже перезарядились, сейчас можем постоять еще немножко кого-то повыцеливать, в частности, 53 ТП. Что касается подвижности, что касается динамики игры на данной машинке. Машинка довольно неплохая, довольно подвижная. Она позволяет быстро занимать какие-то конкретные позиции, на которые вы бы хотели переместиться. Она позволяет вам перемещаться с позиции на позицию. И, честно говоря, вот эта линия ПТшек советских, она мне очень нравится своей неподвижностью вперед-назад, которая у них, ну, довольно неплохая. А мне они очень нравятся вот этой вот возможностью ехать на ПТшке и, в принципе, уж простите за сравнение, как на автомобиле, заруливать куда-нибудь за какое-то здание. То есть, ну, делать вот такой вот поворот. Понятное дело, что сейчас под горку туговато поднимаемся. Но, в целом, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, машинка для выкатывания следующего уровня, она не является, ну, прям какой-нибудь там сложной, нетерпимой, к которой необходимо долго привыкать. Единственное, чему необходимо для игры на этой ПТшке себя научить, это просто не лезть в драку. Даже если вы в драку не полезете, даже если вот как в этом бою вы отстоитесь где-нибудь на втором фланге, на третьем фланге. То есть, ну, я имею ввиду вторую, третью линию. На этих линиях вы отстоитесь. И даже если вы там сделаете два шота за всю игру, все равно это принесет гораздо больше для команды, ну, и, в принципе, для вас. Чем если вы заедете в какой-то замес, в этом замесе отхватите, ну, и, соответственно, будете стоять потом с грустным лицом в ангаре, пока ваши все союзники продолжают отыгрывать этот бой уже без вас. Вот сейчас мы стояли долго и нудно на позиции, но своих сейчас практически 800 единиц урона мы уже закатили в эмиля. Сейчас немножко не хватило нам перезарядочки, могли бы его добрать. Но в целом, я думаю, мой посыл вам понятен. Итак, посмотрим результаты боя. Результаты боя у нас будут следующие. С учетом того, что мы не лезли в драку, с учетом того, что мы придерживались позиции танка поддержки на третьей линии, мы набили, ну, немного, 1500 урона. Мы не сделали ни одного фрага. Мы не вышли однозначно в минус, так как не использовали голду для того, чтобы отыгрывать. Мы заняли там явно не супер какое-то место, но мы, ребят, победили, мы выжили и мы сделали урон. И давайте так, 1500 урона, который вы сделали при запасе прочности машинки в 1000 единиц урона, говорит о том, что вы сделали свою программу минимум. Я считаю программой минимум следующее. Это нанести урона хотя бы столько же, сколько весит ваша машинка. Что же касается следующей ступени программы минимум, это не просто нанести урона хотя бы больше, чем хп вашей машины, а еще и сделать один фраг. Да, то есть, если вас убьют, и вы перед этим кого-то убили, соответственно, хотя бы свели счет с противником один на один. Ну, вот какая-то вот такая позиция. Ну, и с учетом того, что, в принципе, разбрасывает по боям именно исходя из принципа количества хп в том числе, как правило, команды равны по количеству хп, ну, плюс-минус сотка полторы хп на команду, соответственно, ваша задача набить урона не меньше, чем вы сами весите в своей команде. Выполнили эту задачу, можете спокойно сидеть в ангаре, даже если вас вынесли, это не беда. Таким образом, данная ПТшка для того, чтобы самореализоваться, должна сделать три шота за бой, и, в принципе, программа минимум выполнена. Что же касается необходимости быть на третьей линии, она связана с тем, что если вы выйдете на первую линию, то, соответственно, у вас просто не хватит времени для того, чтобы сделать три шота. Вас быстрее разберут, ибо вы картонный, ну, прям совсем. Я бы сказал, где-то как коробка картонная для посылок, вот это вот вы, да. Поэтому желательно находиться на третьей линии. Вот два шота мы уже сделали, по 300, там, почти по 400 хп сняли с ВК. Я думаю, что если мы чутка еще здесь постоим, и даже наших там немножко продавят, но если мы сейчас к ним подъедем, это будет только хуже. Итак, ребятки, враги стоят, но я рекомендую все-таки всегда оставаться на своей позиции. Возможно, мы только немножечко вот так подъедем, чтобы можно было выстрелить и сразу закатиться. И вот вам, пожалуйста, первое попадание сразу с лету, я так понимаю, без особого сведения 45-ки. То есть, в принципе, в эту ПТ-шку с морды прилетает, ну, прям все. Отчего я и говорю, что необходимо прятаться, необходимо находиться где-то там, вот, ну, подальше от врагов. Так как, как только вы сталкиваетесь с ними лоб в лоб, у вас сразу начинаются, ну, просто дичайшие проблемы. Танковать назад на этой ПТ-шке крайне приятно. Она, в принципе, нормально закатывается назад за какие-то укрытия. Вот сейчас жадный на нас вылезет, мы сделаем еще хотя бы один шот. Ну, и думаю, после этого отправимся в ангар. Программу минимум в отношении наносенного урона противникам мы выполнили. Если вы выходите из боя, даже бой был для вас проигрышный, команда слила бой, да, то есть, ну, в целом, я имею в виду, команда проиграла, то в любом случае, если вы в этом бою нанесли урона больше, чем запас прочности вашей техники, вы уже сделали все для победы команды и снимать себя полностью абсолютно напрочь вину имеете полное моральное право. Вот все, кто в бою не сделали уровня своего запаса прочности, вот они как раз и являются причиной слива в бою, слива всей команды. Что бы вам там ни писали, что вы стояли в кустах, что вы еще что-то делали, вот вам 1500, почти 1600 урона. И давайте теперь посмотрим на результаты боя в целом. Результаты боя такие, вы находитесь на втором месте, хоть вы и не гордо выехали на первый фланг, не начали всех там отстреливать и, возможно, вам там еще и дизлайков наставят, что вы кустарник. Да, вы ПТ, вы должны быть в кустах, вы должны наносить урон, это ваша задача, вы должны минусовать урон у противников и по возможности минусовать самих противников. Вот, допустим, тот же Крушитель сделал 0, Уничтожитель сделал 180, Эмиль сделал 975. То есть, вот эти вот все товарищи, они являются причиной слива команды. Потому что вот здесь урона противники сами нанесли, да, там вот, гораздо больше, чем наша команда, удельно каждый из них, соответственно, вот вам и победа. Поэтому, ребят, как бы вас не хаяли в бою на данной ПТшке, никогда не выезжайте без особой необходимости на первый фронт. Ну, а суммируя, скажу вам следующее. Машинка приятная, машинка интересная, машинка подвижная, машинка поворотливая. Да, с очень маленьким УВНчиком, но к нему можно привыкнуть и можно его терпеть. Я же оставил эту машинку у себя в ангаре и не собираюсь с ней расставаться. Уж больно она мне нравится на топовой пушечке и с топовым пихлом. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Играйте в World of Tanks, получайте удовольствие, кайфуйте. Ну и, соответственно, как обычно, спокойствую вам и мира.